Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Итак, вот и закончилась осень, и я лично уже видела первый снег. Пора подводить итоги года. Хотя, конечно, курс батя биткоина на текущей неделе продолжает скакать туда-сюда, в очередной раз приводя всех аналитиков в прединфарктное состояние. Ну а редакции нашего канала грустить абсолютно некогда, потому что 5 декабря в Киеве мы готовим для вас масштабный прямой эфир с итоговой конференции биржи Окикс. Гонконгская биржа Окикс входит в топ-3 мировых топовых площадок по суточному обороту основных криптовалют, а также предоставляет профессиональные финансовые услуги трейдерам по всему миру. На бирже доступно более 400 торговых пар, общий объем сделок по которым достигает 100 тысяч BTC в сутки. Напоминаю всем, что наш канал Криптодилер второй год уже является главным медиапартнером Окикс в нашем регионе. Что вас ждет 5 декабря в Киеве на митапе Окикс? Кроме 10 наикрутейших спикеров, призов и подарков на мероприятии гостем события станет директор по финансовым рынкам Окикс Леникс Лай. По моей информации, на мероприятии будут объявлены важные для всего украинского комьюнити новости. Кроме этого, в рамках митапа состоится панельная дискуссия о нынешнем положении вещей в развитии технологии блокчейн на уровне государства и законе о налогообложении цифровых активов в Украине. Участники дискуссии SEO-блокчейн-ассоциации Украины Наталья Дрик, управляющий партнер Юскутум Артем Афиан, замминистра цифровой трансформации Украины Александр Барняков. На митапе по традиции будут поить, кормить, раздавать ценные подарки и, в конце концов, даже обещают разыграть бесплатную крипту. Вход, конечно, свободный, но я советую вам зарегистрироваться, чтобы избежать очередей на входе. Я, как вы уже поняли, тоже буду в Киеве на митапе Окикс, ведь я давно уже стала, если не лицом, то глазами криптореволюции в Украине. А у кого из вас еще нету селфи со мной, приходите на митап, обещаю уделить время каждому. Ладно, что это я о себе да о себе? Предлагаю незамедлительно перейти к нашему традиционному рекламно-информационному блоку новостей. Погнали! Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать то-земун. Создатель BitTorrent раскритиковал Виталика Бутерина. Создатель эфириума Виталик Бутерин 22 ноября опубликовал большую статью о текущем состоянии и проблемах криптоиндустрии. Статья под названием «Сложные проблемы криптовалют 5 лет спустя» является переоценкой 16 проблем, которые были изложены Бутерином в 2014 году. По сообщению CoinSpot проблемы разбиты на три категории. Криптография. Ожидается, что они будут решаться с помощью чисто математических методов, если они вообще будут решаемы. Теория консенсуса. Улучшение в Proof of Work и Proof of Stake. Экономика. Связанная с созданием структур, предусматривающих экономические стимулы, предоставляемые различным участникам. Учитывая авторитет Бутерина, многие внутри сообщества эфириума высоко оценили его работу. Однако Брэм Коэн, автор протокола BitTorrent, который сейчас занимается разработкой криптовалюты ЧИА, раскритиковал статью Бутерина в длинном твитшторме. Вот основные критические замечания Коэна. В масштабировании блокчейна он рассматривает шардинг в качестве единственного варианта масштабирования. Конечно, это не единственный вариант. Сети платежных каналов во многих отношениях более привлекательны и становятся реальностью. Обычно это происходит потому, что, прямо скажем, гораздо больше людей думают, что понимают шардинг, чем платежные каналы оплаты, и людям нравится считать себя умными, поэтому они отстаивают решения, которые понимают. ASIC-устойчивый алгоритм Proof-of-Work – несбыточная мечта и плохая идея. Дружественный к ASIC алгоритм может сделать аппаратное обеспечение более широко используемым товаром. Это гораздо лучшая идея, потому что ASIC-устойчивость просто создает больше децентрализации вокруг производителей, когда оборудование неизбежно выходит из строя. Аналогичную точку зрения недавно высказал Марк Несбит из криптовалютной компании Coinbase. Proof-of-Stake продолжает оставаться плохой идеей. Он начался с фундаментально слабой модели безопасности и, кроме того, сталкивается с целым рядом глубоких технических проблем. Достигнут прогресс, но он идет к тому, чтобы сделать хороший BFT, а не реальный Proof-of-Stake. Криптоактивы со стабильной стоимостью – стейблкоины. Это вещи, которые связаны с юридическим и финансовым статусом организаций, которые занимаются их обеспечением. Стейблкоины без обеспечения не являются и никогда не будут существовать по причинам, которые слишком очевидны, чтобы их объяснить. Остальные вопросы по экономике глубоко ошибочны. Весь смысл консенсуса Накамото состоит в том, чтобы избежать управления людьми. Работа над управлением – это шаг назад, а не вперед. И почти все выдвигаемые предложения о том, как управлять, буквально выходят из темных веков. Вот идея. Как насчет компании с акционерами и бизнес-моделью, которая приносит прибыль, и часть ее текущих доходов идут на разработку и обслуживание ПО с открытым кодом? Есть несколько никому неизвестных компаний, вроде Red Hat, IBM, Microsoft, Google и Facebook, которые уже делают это в огромных масштабах. Может быть, ты слышал о них? Завершает автор протокола BitTorrent Брэм Коэ. Таиланд открыт для криптовалютной индустрии. Если Китай стремится развивать только блокчейн-технологии и выступает против криптовалют, то Таиланд идет по другому пути. Это государство, наоборот, хочет привлечь представителей криптосферы и стать для них комфортным рынком. Как уточняют местные СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда, СЭК, планирует внести поправки в криптовалютные законодательства в 2020 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда планирует обновить криптовалютное регулирование в следующем году и сделать очередные шаги навстречу индустрии. Согласно сообщению местного издания Bangkok Post, СЭК Таиланда намерена изменить правила для компаний, работающих с криптовалютами, чтобы способствовать росту индустрии, одновременно защищая инвесторов от рисков. Генеральный секретарь СЭК Руинвади Суван Монг Гол заявила, что Комиссия изучит существующие правила на предмет подводных камней, которые могут помешать работе бизнеса в сфере цифровых активов. Законы не должны быть устаревшими. Они должны удовлетворять потребности рынка, особенно в отношении новых продуктов в области цифровых активов, и быть конкурентоспособными на мировом рынке. Нам нужно изучить любые возможные препятствия для развития бизнеса и устранить их. Согласно закону о регулировании криптовалют, вступившему силу в мае 2018 года, криптовалютные компании классифицируются по четырем типам. Биржи, брокерские фирмы, дилеры и операторы порталов ICO. Биржи, брокеры и дилеры должны получить лицензию от Министерства финансов, а порталы ICO должны быть одобрены SEC. Лицензии на работу в качестве криптовалютных бирж уже получили пять компаний, включая BitCoup Online Co. Ltd. и Satank Pro Corporation. Suvang Monggol добавила, что защита инвесторов – один из основных приоритетов регулятора. По словам генерального секретаря SEC, Руинвады Suvang Monggol, власти будут оперативно реагировать на все изменения в криптосфере, чтобы принимать своевременные и понятные для всех законы. Кто хочет подробнее изучить возможности по развитию рынка криптовалют в Таиланде, советуем посетить NextBlock Asia. 3 декабря знаменитая конференция возвращается в Бангкок под лозунгом «Аффилиатный маркетинг в крипто эпоху». Более 30 спикеров, стартапы и опытные компании в экспозоне, возможности для нетворкинга с выдающимися маркетологами, предпринимателями и инвесторами. А завершится это событие церемонией награждения лучших из лучшей в индустрии под названием Gurus Awards и вечеринкой, организованной совместно с Fashion TV. Специально для зрителей канала CryptoDealers при покупке двух билетов скидка 30%, трех билетов 40%, четырех билетов 50% скидки. Ссылки в описании к выпуску. Топ декабрьских блокчейн-мероприятий в странах СНГ и Западной Европы. Канал CryptoDealers совместно с ведущим мировым агентством Byzantium продолжает знакомить вас с главными событиями в мире криптовалют и блокчейн-мероприятиями в нашем регионе. Сегодня мы подготовили для вас топ предстоящих в декабре событий, опубликованный на проекте Events Byzantium. Events Byzantium – это платформа о всех мероприятиях в мире блокчейна с индивидуальными скидками на билеты на них для пользователей платформы. Для большей части мира декабрь – особый месяц. С одной стороны, он полон праздников, но в то же время в этом году предстоит еще много работы. Тем не менее, мы надеемся, что у вас еще есть время посетить одно или два полезных мероприятия в мире блокчейна. Используйте этот список лучших событий в странах СНГ и Западной Европы в качестве руководства и выберите наиболее подходящее. TerraCrypto 2019 в Москве. 7 декабря. Полное название – TerraCrypto – пятый международный форум криптовалют и цифрового майнинга. Как вы уже догадались из названия, оно будет посвящено майнинг индустрии. Более 45 докладчиков и почти 500 участников из 15 стран, представляющих около 40 компаний, поделятся своим опытом решения проблем и возможностей цифрового майнинга. Kyiv iGaming Affiliate Conference 18 декабря. Kyiv iGaming Affiliate Conference – крупнейшая конференция, посвященная игровой индустрии в Украине. В этот раз в центре внимания будет легализация игровой индустрии в стране. Поскольку блокчейн и, в частности, криптовалюты проникли в игровой мир, это событие будет полезно для тех, кто работает в блокчейн-сфере. FinTech Connect 2019 в Лондоне. 3 и 4 декабря. FinTech Connect – крупнейшее ежегодное мероприятие, претендующее на звание ведущей финтех-конференции и выставки в Великобритании. В этом году мероприятие соберет более 6 тысяч специалистов в этой области. Хотя ивент не посвящен исключительно блокчейну и криптовалютам, они будут играть большую роль на конференции, так же, как и в мире финансовой технологии. Blockchain Transformation in Identity Management and Critical Infrastructure. Берлин, 10 декабря. Берлин является одной из ключевых технологических столиц Европы, и семинар отражает это. Основное внимание на это мероприятие будет уделено безопасности, в частности, тому, как блокчейн-технологии могут использоваться для повышения кибербезопасности после массовых кибератак и краж персональных данных, которые мир видел в последние годы. Так же будет обсуждаться автономный сектор безопасности. Blockchain Startup Pitches в Цюрихе 12 декабря. Цюрих и Швейцария в целом имеют энергичное и развитое блокчейн-сообщество, и это событие призвано продемонстрировать это. После серии выступлений и презентаций стартапов последует нетворкинг-сессия с вечеринкой. Разве это не отличный способ провести ночь? Ссылки на мероприятие в описании к выпуску. Миграционный комитет NEM, миграция катапульт номер 5. Ориентировочная дата лаунча, запуска, состоится в первом квартале 2020 года. 11, 12, 2019 будут готовы кошельки и клиенты. Декабрь 2019 предполагается, что к данной дате будет завершено ручное тестирование, пентест. Прежде всего, будет зависеть от результатов тестирования и выпуска релиз-кандидата Phoenix F2. 03, 01, 2020 будет опубликовано руководство по брендингу, а также набор инструментов, Toolset. С февраля, март 2020 запланирован лаунч, запуск программного обновления катапульт NIS-2. В марте 2020, после лаунча, запуска программного обновления катапульт, будет проведена переоценка и подтверждение планов. Основываясь на приведенной выше хронологии, таймлайне, мейлстоуна катапульт, мы по-прежнему ориентируемся к лаунчу в первом квартале. Процесс запуска катапульт. Сейчас составляется единое предложение. Данное общее предложение будет анонсировано в ближайшее время для получения обратной связи от сообщества NEM. Если данное единое предложение будет отклонено и повторно пересмотрено, то это может повлиять на запуск программного обновления катапульт, которое ориентировано на первый квартал 2020 года. Девелопмент. Прогресс, связанный с разработкой программного обновления катапульт, заключается в следующем. Разработчики из организации NEM Studios работают над всеми последними программными изменениями на сервере Phoenix. В последней неделе ноября будет реализован публичный релиз SDK, набор средств разработки для катапульт NIS 2. Следующие этапы тестирования включают в себя новое тестирование производительности и тестирование на преодолении защиты, PENTEST. Суть таких работ заключается в санкционированной попытке обойти существующий комплекс средств защиты информационной системы. В ходе тестирования аудитор выполняет роль злоумышленника, мотивированного на нарушение информационной безопасности сети заказчика. Поэтому у NEM будет запущена баунти-программа по обнаружению ошибок на платформе HackingOne. Данная баунти-программа будет функционировать в течение всего лаунча. В зависимости от результатов тестирования, время PENTEST может быть увеличено для улучшения качеств кода и уменьшения возможных ошибок в программном обновлении катапульта. Основная стратегия бренда и выход на рынок катапульта. Стратегия бренда. Мы хотели бы призвать всех присоединиться к обсуждению бренда в недавно созданном разделе «Катапульт Брендинг». В дальнейшем все обновления по брендингу можно будет найти на форуме NEM. Токеномика. Миграционный комитет, владельцы СуперНод и члены сообщества высказали свои идеи и предложения по системе образования ценовой политики токенов. В настоящее время данная информация собрана и анализируется. Основной подход включает в себя следующее. Продолжение поддержки программы СуперНод с ее постепенной и поэтапной реализацией доступности для участников сообщества. Построение надежной и децентрализованной сети. Демократизация подхода к вознаграждению Нод. Харвестинг. Создание плана по системе образования ценовой политики токенов. Токеномика, который будет функционировать должным образом на протяжении десятилетий. Поколений. Процесс. 11.11.2019. Представители миграционного комитета и члены сообщества NEM со значительными вложенными средствами XM начали проводить неоднократные дискуссии по вкладу и созданию оптимального решения по системе образования ценовой политики токенов, которая продлится в течение одной-двух недель. 25 ноября документ по системе образования ценовой политики токенов будет передан на рассмотрение основным разработчикам Ядра NEM – CoreDevs – и команде миграционного комитета для надлежащей проверки и тестирования работоспособности данной модели. На следующей неделе, при условии, что вышеупомянутые пункты будут пройдены, данный подход будет представлен владельцам SuperNode, далее – сообщества. Несколько пунктов по системе образования ценовой политики токенов должным образом влияют на некоторые решения владельцев SuperNode, так как отличаются от мнения сообщества. Некоторые из владельцев SuperNode являются официальными представителями в рабочей группе по процессу миграции, так что это дает дополнительную возможность ответить на все эти вопросы по данным пунктам для более обширного обсуждения. Затем данное решение по системе образования ценовой политики токенов будет передано специалистам из фонда NEM, NEM Ventures, NEM Studios, основным разработчикам Ядра NEM – CoreDevs – для должной проверки и тестирования работоспособности данной модели. Ожидается, что данный процесс будет достаточно быстр. При отсутствии повторного пересматривания данного процесса, которое будет добавлено в миграционное предложение по выпуску токеномики. Выпуск данного документа запланирован на последнюю неделю ноября. Основной приоритет будет отдан на создание токеномики для Катапульт, поскольку данная система образования ценовой политики токена в программном обновлении Катапульт NIS-2 намного сложнее, чем у NIS-1. Блокчейн-сеть NIS-2 будет работать параллельно с блокчейн-сетью NIS-1. Пишите в комментариях, как вы воспринимаете данные нововведения и к чему это приведет. Напоследок я хочу спросить у вас, может ли BitFenix управлять курсом биткоин? По сообщениям РБК в конце ноября Tether перевела на биржу BitFenix 30 миллионов USDT. Через 20 минут после этого биткоин начал расти в цене и подорожал с 6500 долларов до 7200 баксов. BitFenix обвиняют в манипуляциях с курсом главной цифровой валюты уже давно. В ноябре прошлого года Минюз США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами начали уголовное расследование в отношении биржи и компании Tether. Американские власти пытаются объяснить, как дополнительная эмиссия токена USDT могла повлиять на рост курса биткоин в 2017 году, когда актив подорожал в 20 раз и установил рекорд стоимости в 20 тысяч долларов. Финансовый регулятор предполагает, что компании могли создавать искусственную активность на рынке для обведения заблуждения трейдеров. А тут еще и новость о взломе южнокорейской криптовалютной биржи Upbit. Хакеры похитили 342 тысячи эфиров, что примерно составляет 50 миллионов долларов. Кстати, снова похитили с горячего кошелька, и это даже больше, чем взлом Binance, тех, кто хакнули на 40 лямов. Всего в этом году произошло 9 крупных взломов криптовалюты, в результате которых было украдено более 175 миллионов долларов. Такие вот у нас новости на этой неделе. А вы не забывайте подписываться на нашу страницу в Facebook и вступать в наш Telegram-чат свидетелей Халвинга. И помните, что наступление криптореволюции неизбежно. И да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok